Здравствуйте! Мы с вами находимся в Музее Победы. Говорит Москва! Говорит Москва! Под знаменованием победоносного завершения великой надежды! В преддверии 80-летия битвы за Москву наш музей обновил экспозиционное пространство зала полководцев. Здесь представлена галерея из более чем 30 работ, посвященных героям битвы за Москву. Эти работы никогда не печатались в альбомах, их нет в интернете, их можно увидеть только в Музее Победы. Евгений Иванович Данилевский. Народный художник Российской Федерации, живописец-баталист и монументалист. С 1962 года работал в студии военных художников имени Грекова. Данилевский поистине может считаться одним из ведущих мастеров исторического жанра в искусстве 60-х-90-х годов. В его творчестве нашли отражение многие события героической истории нашей Родины. Художник Данилевский принимал участие в конкурсе на написание диорамы для Музея Победы на Поклонной горе. Эскиз диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года» участвовал в конкурсе и стал лучшим. В основу сюжета положены события, происходившие в ноябре-декабре 1941 года в районе города Яхрова, Митровского района Московской области. В центре полотна, идущие к переправе через канал Москва-Волга, бойцы сибирских и уральских частей, прибывшие для выполнения первой ударной армии Западного фронта. В результате зимнего контрнаступления Красной армии замысел гитлеровского командования по овладению Москвой с северо-западного направления был сорван. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Прямая угроза захвата столицы была ликвидирована. На эскизе не представлен конкретный день, но дана ситуация, когда немцы прошли через канал по мосту, который был незаминирован, и могли выйти на Пушкин. Борис Валентинович Щербаков Советский-российский художник-живописец Родился в семье Василия Щербакова, ученика Ильи Репина. Освоил технику фресок, которую впоследствии использовал при росписи церквей, строившихся по проектам архитектора Щусева. Гражданская война вынудила Щербаковых покинуть Петроград и поехать в Казань, но в 30-м году они вернулись в Ленинград. В Великую Отечественную войну Борис Щербаков стал сапером и минировал в 41-м году подступы к Москве. После битвы под Москвой он стал фронтовым художником и за годы войны выполнил более 80 живописных работ, среди которых портрет героя Советского Союза Леонтия Котляра. Леонтий Котляр родился в городе Томске в семье рабочего железнодорожника. В 20-м году вступил добровольцем в Красную Армию и принял участие в Советско-Польской войне. В марте 41-го года Котляр был назначен начальником главного военно-инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На этом же посту он и встретил Великую Отечественную войну, в течение которой принял участие и отличился героизмом во множестве операций, среди которых битва за Москву, битва за Днепр, Одесская, Белградская, Будапештская и Венская наступательные операции. За проявленную отвагу Котляру было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Константин Михайлович Молчанов. Советский живописец, график, плакатист. Молчанов много работал в жанре агитационного плаката, однако его кисти также принадлежит множеству тематических произведений, пейзажей и портретов. В 1942 году художник был призван на военную службу и направлен на Первый Белорусский фронт. Молчанов принимал участие в обороне Москвы, Сталинграда, взятии Варшавы и Берлина. На фронте также выполнил обширную серию фронтовых зарисовок, среди которых пейзажи, портреты сослуживцев и знаменитых героев войны. Одной из его работ, выполненных на фронте, стал портрет дважды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, советского военачальника, маршала авиации, летчика АСА. В ноябре 1942 года он в составе 14-й гвардейской истребительной авиационной дивизии был направлен на Воронежский фронт, где и начал свой боевой путь в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году в битве на Курской дуге он сбил свой первый немецкий самолет-бомбардировщик Юнкерс Ю-87, после чего на следующий день сбил второй, а на третий – два истребителя БФ-109. За эти воздушные победы он уже 22 июля 1943 года получил свою первую награду – Орден Красного Знамени, а через несколько дней был назначен на должность командира эскадрильи. Первое звание Героя Советского Союза было присвоено ему 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов противника. К концу войны гвардии майор Иван Кожедуб летал на Ла-7, совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил уже 62 самолета противника. Но на этом наша онлайн-экскурсия не заканчивается. О других портретах Героя Бигвы из Москвы, представленных в Зале полководцев Музея Победы, вы узнаете в следующих выпусках.